всем привет как вы наверное уже поняли это видео вопрос-ответ я себе выписала 10 буквально 10 вопросов которые мне часто в принципе задают которые повторялись и я так понимаю они очень интересуют людей поэтому я их себе и выделила почему нужно снимать гирлянды каждый раз это после того ролика по моему в логового где я показывала просто фон свой сзади меня были гирлянды и кто-то мне задал вопрос по моему девушка это была если я не ошибаюсь зачем их снимать ну за тем что кровать у нас стоит близко к стене соответственно когда мы будем спать можно в них запутаться нужно их сорвать и у них такой знаете напрягающий вот этот вот синюшный цвет который меня очень напрягает почему не знаю я кстати выбирала специально для видео я думала это как-то оживит картинку мне показалось что теплый свет будет как-то не очень красиво выглядеть на фоне но сейчас мне кажется что все было бы окей что я погорячилась купив именно такие но в целом надеюсь что вам нравился фон и может быть я еще что-нибудь буду снимать на этом фоне не знаю я такая непредсказуемая у меня сегодня одно завтра другое идеи у меня прыгают колебаются я иногда даже не успеваю за своими мыслями если я не запишу какую-то мысль то я ее обязательно потеряю я ее обязательно забуду казалось бы начинала с гирлянд так мне задавали вопрос кстати про деньги которые я уже столько много раз говорила упоминала в видео про те деньги о которых уже наверное все забыли именно те которые собирались присылать потому что в последнее время предложений не было как раз таки я думаю из-за того что я снимала подобные ролики но мне задали вопрос почему я так боюсь принимать помощь от посторонних людей тем более что это безвозмездно люди якобы говорят что это безвозмездно что они ничего не хотят что им ничего не нужно от меня я понимаю что я не супер-пупер какая-то звезда красавица и умница но все мы знаем что в нашем мире хватает не очень хороших людей и вот как раз таки этого я и побаиваюсь что такие люди мне могут попасться я считаю что когда поступят от них финансы то их просьбы не заставить себя долго ждать эти просьбы могут отражаться в разном формате это может быть шантаж это могут быть угрозы это может быть все что угодно и не мне до вам рассказывать как в жизни бывает то люди попадают в разные передряги у людей в жизни разные неурядицы как раз таки с махинациями денежными как раз таки с добрыми отзывчивыми якобы людьми поэтому я этого не хочу и я просто себе проблем не хочу вот что я понимаю что многим кажется это все таким безобидным безоблачным и все так чудесно но честно бесплатный сыр только в мышеловке и как бы это до избито уже не звучало пословица я не доверяю никому кого я не знаю я даже тех кого знаю не очень им доверяют я надеюсь вы понимаете меня что я имею ввиду и сколько я наслышана про блогеров хотя они знаменитые конечно блогеры преследуют их что-то вымогают что-то где-то требуют и это сплошь и рядом так почему я должна просто доверять людям которые там где-то что-то собрались мне прислать так якобы безвозмездно многие уже начали думать что я такую почву подготовила чтобы под видео оставлять свои реквизиты в мани или киви кошелек нет у меня это все есть но если бы я хотела я бы оставила уже давным давно и не снимала бы об этом видео сейчас прислали потом начнут мне писать что вот я тебе там присылал деньги а ты мне тут не пишешь или не отвечаешь на мои сообщения я вам объясню есть такие люди которые мне пишут в контакте в личку и требуют чтобы я с ними общалась хотя с чего бы вдруг я вас не знаю я могу поприветствовать вас что-то где-то обсудить и то если у меня есть время на это потому что у меня есть тоже жизнь моем канале youtube на баннере я убрала как раз таки по этому ссылку на свой контакт потому что начали добавляться все туда писать все туда когда есть группа пишите там мне удобнее это все видеть в группе кто что написала так я даже не понимаю кто вы что вы почему вы добавляетесь если в группу добавляются люди я понимаю что это подписчики если добавляются в друзья я вас не знаю я не могу вас добавить поэтому в последнее время я перестала вообще отвечать кому-либо незнакомым людям и добавлять тем более есть группа ссылки внизу под каждым видео на основном баннере канала так что милости прошу и я всегда вижу кто что мне пишет и отвечаю мне кстати многие там пишут именно те люди которые понимают куда нужно добавляться ну да видео не об этом в целом то татен татенович я вашу личность попрошу как нибудь добавится чтобы я могла вам писать именно непосредственно на ваши комментарии под видео а так вы мне писали проника перумова читала ли я что-нибудь из его книг нет не читала мне кстати молодой человек советовал несколько вариантов что-то там рождение мага он советовал и вот всякие такие подобные книги про мага его путешествия мне интересно мне хочется почитать но я хочу дочитать тайный город уже чтобы не смешивать это все я не очень люблю потому что молодой человек не советовал сказал книги именно вот такие вы как раз таки вроде бы советуете мне да советуете же значит будут читать зачем тебе худеть хороший вопрос я себе его задаю каждый день зачем мне худеть если так все уже плохо но на самом деле я понимаю что визуально вам кажется что я якобы выгляжу нормально особенно когда в одежде но я думаю многие люди согласятся со мной есть такая тенденция у девушек когда они в одежде выглядят нормально но раздевшись это выглядит все совсем печально и пусть там не жиры вылазят но где-то живот торчит бока в общем как то все знаете похоже на старческую фигуру когда вы родили уже я не знаю четверых семерых детей вам там как говорят под 40 лет но мне то не под 40 лет простите мне только 30 и я хочу выглядеть нормально я понимаю что я не смогу выглядеть свои 30 как 18 ну блин все равно нужно за собой следить я считаю сколько бы ни было девушки женщине лет но не то что должна но может ухаживать за собой и следить за фигурой и это неплохо это не помешательство это обычное нормальное человеческое состояние дабы выглядеть нормально только окружающим нравится ну и себе а я себе сейчас на данный момент не очень нравлюсь не внешне а именно фигура я хочу подтянутую но не худую фигуру у меня есть свои какие-то предпочтения свои тараканы в голове по этому поводу и я их воплощаю и с вами по ходу дела параллельно делюсь этим всем может быть есть кто-то такой же как и я и мне кстати очень приятно что вы делитесь своим каким-то опытом вы рассказываете свои истории какие-то пусть они краткие пусть они какие-то незаурядные где-то похожие на мои истории но блин не так интересно читать ваши комментарии где-то ваши шутки по поводу похудения или лишнего веса это очень приятно и я надеюсь мы дальше будем общаться на эту тему и вы дальше будете писать мне это все и мы даже будем с вами худеть так задавали вопрос про линзы видео которое я снимала еще в сочи про линзы которые я приобрела причем это линзы были не с диоптрии это обычные цветные линзы для чего были приобретены для того чтобы попробовать во первых потому что я никогда ничем таким не пользовалась и были они приобретены в цвете голубом для того чтобы посмотреть как мне идет этот цвет потому что я всегда с самого детства хотела себе голубые глаза и мне казалось что как раз таки мои темные волосы они у меня были не такого цвета в детстве они у меня были черные я в детстве была похожа на цыганского ребенка немножко. Поэтому мне казалось, что как раз-таки голубых глаз мне не хватает. И что это выглядело бы просто круто. Соответственно, я и исполнила свою давнюю мечту, так сказать. Это видео с недавнего времени выстрелила, и все его начали смотреть. Очень много малолеток мне начало писать, как нужно одевать, надевать линзы, что нужно делать. Нужно было видео посмотреть, да вы серьезно? Вы думаете, я не смотрела видео? Я все это прекрасно смотрела. Но когда человек ни разу не сталкивался с такой проблемой, либо с такими вещами, никогда ничего не использовал похожего, каким образом ему видео помогает? Ну, я видела, что девушки на пальчик, потом тынь все в глазу. Как это мне помогает надеть их быстро, качественно, если у меня трясутся руки, мне страшно лезть себе в глаз. Объясните мне. Я смотрю, у нас, короче, очень много ученых малолеток собралось. Честно, я до этого даже и не подозревала, сколько малолеток. Промолчу. Очередной комментарий. Отсутствует понятие натуральности у меня. Это буквально, по-моему, к последнему видео о макияже на Новый год, на праздники вот эти все новогодние. Слушайте, я там, по-моему, не разукрашенная была, как не пойми кто. Я имела в виду не натуральность для меня. Это инстаграм макияжа, инстаграм телочки. Ну, там просто тонны штукатурки и тонны фотошопа. Плюс ко всему. Натуральность для меня, это вот, вот, вот натуральность для меня. Но, если брать из расчета макияжа, то натуральность для меня, это что-то минимальное. Да, много средств. Но, извините меня, если бы была бы одна вот такая вот фигня, которой можно было бы все подчеркнуть. Да, блин, кто бы покупал бы много этих баночек и всяких средств? Никто. Так как у нас куча всего на рынке, с метики, уходовых средств. Поэтому девушки все хотят попробовать. А так как я девушка, соответственно, я такая же. И то у меня такой мизер, мне кажется, по сравнению с остальными ютуберами, честно, у меня, если в ванную комнату прийти, количество моих баночек приравнялось к количеству баночек молодого человека. Как отметила Новый год? И в кругу семьи, и с друзьями. Успела и там, и там. Новый год отметила замечательно, мне все понравилось. Это во влоге уже упоминала об этом, что раньше я как-то очень Нарьяна готовилась ко всем праздникам. Но к Новому году в особенности. Прям вот везде все нужно вымыть, вылизать, все нужно привести в порядок настолько, прям вот чтобы не подкопаться. И обязательно нужно было надеть самое красивое, накраситься и быть самой красивой. И это была для меня проблема, потому что я готовилась чуть ли не за месяц до этого. А когда приходил Новый год, соответственно, все меня разочаровывало, потому что ожидания у меня были великие, а по факту было все обычно. Я хотела какой-то сказки, а сказки не было. Это знаете, из оперы детских мечт. Пишите, кстати, кто как отмечал Новый год, кто как отмечал Рождество, старый Новый год. Мне очень интересно читать, кто где даже отдыхает, кто чем занимался. Может быть, какие-то хитрости расскажете, как можно путешествовать именно на такие праздники, в такое время года. Хочу, кстати, очень поблагодарить всех вас за поздравления ваши, что вы не забыли поздравить меня. Хотя я даже не ждала ни от кого поздравлений, потому что я тоже не приготовила поздравления для вас, именно видео поздравления. Я очень хотела. Я уехала. Получилось так, что у меня не было возможности просто даже снимать что-то. Что там снимать? Я даже не могла смонтировать именно тот материал, который у меня был уже готов. Я думаю, все мы были заняты в это время. Именно предновогоднее, новогоднее и посленовогоднее. Пред Новым годом все готовились, все метушились. Новый год все отмечали, все были пьяные. После Нового года все, конечно же, отходили. Также мне очень приятны ваши советы, которые вы даете по тому или иному поводу. В последнее время очень много советов от вас и очень много полезных. Хотя не везде лояльные какие-то советы и ваши комментарии, но я тоже не ангел, будем честны. Да и последнее про направление моего канала. Что будет в 2017 году с моим каналом? Буду ли я дальше снимать видео? Либо реже стану их снимать, либо наоборот чаще. Я, кстати, не помню, кто задавал этот вопрос, но был не один задан вопрос. И их было несколько в разной форме, в разной интерпретации. Я так поняла, что кому-то интересно, буду ли я дальше вообще снимать свои всякие рубрики, которые я придумала. Как я буду это все воплощать? Интересно ли мне заниматься этим дальше? Иногда бывает такое, ну, наверное, как и у всех блогеров, что мне хочется закрыть канал. Не потому, что там много хейтеров. Я вообще на это не обращаю внимания. Раньше как-то парилась, сейчас вообще мне как-то наплевать. Я даже иногда сама их троллю в комментариях. У меня это бывает в связи с личными какими-то переживаниями. Мне не запрещают снимать, мне никто ничего не запрещает, но у меня не блогерская, допустим, семья. У меня нет такого стажа, да, как у многих других блогеров. И я иногда подумываю о том, что, наверное, никому не нужны мои видео, мои какие-то россказни. Зачем я трачу на это все время, силы? А в ответ тишина просто. Но когда происходит такое, как сейчас, вы меня поддерживаете, вы пишите комментарии. И я вижу, что людям интересно, что людям интересно не именно я, не именно мой канал, а интересно мнение, интересно порассуждать, интересно пообщаться просто на разную тематику. Этого я и искала. И я надеюсь, так и останется все. И я надеюсь, вы и дальше будете меня радовать своими комментариями, советами, своими какими-то рассказами. Очень многие пишут мне в личку свои какие-то личные проблемы, просто прожизненные какие-то ситуации. Если, конечно же, все, кто писали мне сообщения, смотрят меня на данный момент, я хочу просто спросить у вас. Если вы не против, то я на ваши вопросы, на ваши какие-то письма буду снимать отдельные ролики, давать какие-то свои советы, может быть, просто какой-то свежий взгляд со стороны на какую-то ситуацию. Если вы даете добро, то я буду снимать, конечно, такие ролики. И темы мне очень интересны. И они такие, знаете, жизненные. Именно как оно есть на самом деле. Там и измены, и взаимоотношения мужчины с женщинами. И вообще, как построить семью, как что сделать. Я, конечно, не семейный человек, но у меня есть свое мировоззрение, свои какие-то взгляды на это. Также есть про детей. Мне задавали вопросы, хотя не знаю, к чему. Мне кажется, не сюда нужно задавать эти вопросы. Но, в принципе, если интересно, то я могу озвучить это все именно в форме видео. Я надеюсь, вам понравилось это видео, ответы мои на какие-то вопросы. Если есть вопросы, пишем в комментариях, и я буду отвечать на них в следующем видео, аналогичном видео. А я вам желаю крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения, и пока-пока!